В этом выпуске речь пойдет о приговоре Лилии Чанышевой, о том, как ФСБ борется с независимой культурой и о попытках Фридмана и Авена освободиться от санкций. На днях прошел апелляционный суд по делу Лилии Чанышевой. Бывшую руководительницу штаба Навального в Уфе приговорили к семи с половиной годам колонии за экстремизм, но прокуратуре этого показалось недостаточно, и на апелляции срок увеличили еще на два года. В последнем слове Чанышева напомнила, что отошла от политики еще до того, как штабы Навального признали экстремистскими и хотела посвятить себя семье. Но суд остался к этому глух, отмечает провластный журналист Кирилл Шулика. Я вот что хотел сказать на эту тему. Совсем без политики. Потому что когда Чанышева арестовали, она ей не занималась. Но у нее была мечта. Мечта стать матерью. Они с мужем планировали ребенка. Ну а теперь все, как бы это ни звучало ужасно. Минус один ребенок на этом свете. Оппозиционный журналист Андрей Лошак называет приговор садистским. Поражает вопиющая бессмысленность этого акта садизма. Она ведь и так у вас в клетке. Вы уже сломали ей жизнь, прекрасно зная, что никакой она не экстремист и сидит только потому, что работала с Навальным. Но нет, надо и дальше забивать кирзачами ни в чем не винатую женщину. Все живое и внутренне свободное затаптывается в землю, а сверху еще катком проходится, чтобы даже отдаленная тень угрозы не мешала верховному упырю упиваться своей безграничной властью. Александр Плющев и Матвей Гонопольский в утреннем шоу на канале Плющева рассуждают о причинах такой жестокости. Там и так был срок очень приличный. 7,5. Да, там и так 7,5 было и теперь добавили 2. Показалось, что мало. Показалось, что мало и нужно было, как мне кажется, вот еще это показательное, что мы всех, кто сидит, всем еще добавим. Тут же еще в чем дело? Ты вселяешь некоторую неуверенность, в том числе и в тех людей, которые сидят, и в тех, которые не сидят. Она в чем заключается? В том, что нет ничего окончательного. Тебе не окончательно дали срок, его в любой момент могут увеличить. Нет, не в любой момент. Знаешь, для чего это сделано? У меня твердое убеждение. Для того, чтобы ты не выходил с вопросом пересмотра дела, касации. Вот тебе дали 7,5, да? Значит, вот сиди. А если ты говоришь, что это несправедливо и так далее, то есть становишься строчкой в новостях. Сегодня Чанышева, был суд по ее... Даешь информационный повод. Даешь информационный повод. Мы тебе тоже дадим повод для того, чтобы ты сидела и молчала. Тоже вариант, тоже вариант. Да, ну как, это же политическая история. Вы должны заткнуться. Все это продолжение попыток избавиться от наследия Навального, пишет Александр Невзоров. Казалось бы, Навального нет в живых и угрозы он не представляет. Но прокуратура все не угомонится. Видимо и правда, мертвый Навальный страшнее живого. И власти будут выжигать каленым железом все, что с ним было связано. Редактор новой газеты в Европе Кирилл Мартынов на канале Эхо говорит, что ужесточение приговора стало ответом на кампанию по защите Чанышевой. Российская Федерация в целом изобрела некий вечный двигатель, как именно преследовать политзаключенных. За сотрудничество с ФБК в России больше 50 человек подверглись наказанию. Ну и в общем, почему бы и нет, не раз есть по-прежнему в России сторонники Навального, значит нужно пугать их, значит нужно карать. Чанышева одна из наиболее известных соратниц Навального. Ее очень защищали, она в очень тяжелых условиях была заключение и была большая общественная кампания. Вот ответ на общественную кампанию, вот ответ на то, что даже те уголовные дела, которые начались до 2022 года, они могут иметь такое развитие и людей могут наказывать более сурово и, возможно, повторно, демонстрируя, что, в общем, эти люди навсегда находятся в руках диктатуры. Не искать объяснений для садизма призывает оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Когда-то мы пытались искать рациональные причины в зверстве. Теперь стало понятно, зря, их там нет. Погоны, палки, лотереи, зверства. Никакие звездочки не оправдают перевернутый во время обыска дом и отсутствие воды на протяжении суток для задержанной за два поста ВКонтакте. Никакие показатели не объяснят, зачем увеличивать и без того огромный срок еще на два года. Можно, конечно, утешать себя тем, что на каком-нибудь новом Нюрнбергском трибунале все эти бастрыкины будут рассказывать свои мотивы, а новое Ханна Арендт смотреть и записывать. Но до этого Нью Нюрнберга нужно дожить. Увы, никаких тормозов у системы и ее шипастых шестеренок больше нет. Берегите себя. На этом фоне особенно абсурдно выглядит то, что водителя по чьей вине умер поэт Лев Рубинштейн приговорили к условному сроку в один год восемь месяцев, пишет литературный критик Галина Юзефович. Лилия Чанышева невиновна настолько, насколько вообще можно быть ни в чем невиновной. Но к ее абсурдному сроку сегодня прибавили еще два года. Отдельно хочется заметить, что водитель, убивший на пешеходном переходе Льва Рубинштейна, получил срок условно. Не то, чтобы я хотела кровавого возмездия. В конце концов, насколько бы не посадили водителя, Льва Семеновича это не вернет. Но приоритеты нашего государства все очевиднее и очевиднее. Сроки за слова и мнения в России давно превысили сроки за убийства и грабежи, пишет Анна Рус. Удивительно, что сейчас в России убить честного поэта – преступление менее серьезное, чем быть честным поэтом. С вами Алла Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф». Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Алла Пономарева. Издание «Медуза» опубликовало расследование о том, как ФСБ в лице офицера Сергея Дубова борется с независимой культурой в России. Расследование стоит прочитать целиком, пишет редактор «Репаблик» Дмитрий Колизев. Очень интересный текст в «Медузе» про то, как ФСБ, объединившись с консерваторами из мира культуры, занимается травлей артистов, выступающих против войны или поддерживающих оппозицию. А также стремится произвести масштабные изменения в российской культуре, влияя на присуждение театральных премий и назначение директоров театров. Построена на взломанной переписке сотрудника ФСБ, который до того, как стать чекистом, пытался устроиться на работу в букмекерскую контору или стать охранником. А теперь он, видимо, один из вершителей судеб в культурном мире. Также вы узнаете, что в телеграм-аккаунт Варвары Шмыковой заходили прямо со Старой площади. У ФСБ есть адрес берлинской квартиры Кирилла Серебренникова, а сетка телеграм-каналов, критикующих российских артистов и режиссеров, работает в прямой связке с Лубянкой. Расследование выявило, что ФСБ имеет непосредственное отношение к попыткам переформатировать театральную премию «Золотая маска». В этом деле Дубов пользовался услугами весьма известных в мире культуры людей, отмечает музыкальный журналист Соня Соколова. С интересом увидела среди фигурантов, которые с ним сотрудничали, не только бодрого деятеля ядра и музобоза Ивана Демидова, но и считавшихся рукопожатными Марину Тимашеву и Ольгу Галактионову. У нас с этими дамами много общих друзей и коллег. Интересно, в курсе ли они, что на них добрыми тетями уже составлено досье? «Медуза» пишет, что с Дубовым связана целая сеть телеграм-каналов, которые специализируются на травле деятелей культуры. Это каналы «Реал Культрас», «Подковерка», «Закулиска» и другие. К деятельности этих каналов причастен и пиарщик Иван Лы Корфен, один из руководителей парка «Зарядье». О том, как именно органы подчиняют себе театральную жизнь России, спецкор «Медуза» Елизавета Антонова рассказала «Голосу Америки». В 2015 году под патронажем внутрополитического блока Кремля, тогда еще под руководством Вячеслава Володина, был создан фонд развития современного искусства, который запустил премию «Кульминация». И многие собеседники наши утверждают, что этот фонд, задача этого фонда, по сути, заключалась в том, чтобы перехватить повестку у независимого современного искусства. Я пару слов скажу об этом, как это происходило, чтобы понятнее немножко стало. Вот, например, были разные театральные фестивали независимые, например, «Любимовка». Что они делали? То есть, держим в уме, что Лакошин за Демитовым причастны к сетке анонимных телеграм-каналов, которые травят и выдавливают независимых деятелей искусства, режиссеров и актеров за пределы России. Значит, этот фонд запускает премию «Кульминация», которая просит фестиваль «Любимовка» и другие независимые театральные фестивали предоставлять им уже готовый шорт-лист из лучших, на их взгляд, пьес за год. Ну, на самом деле, это невероятно большая работа, колоссальная. По отбору этих пьес эксперты бесплатно ездят по всей стране, отсматривают долгие часы пьес, новинок по всей стране и присылают им шорт-листы из десяти, например, пьес. Это делают несколько театральных фестивалей. В итоге «Кульминация», которую проводил Иван Лакошин, собственно, и знакомился со всеми режиссерами из «Любимовки», в том числе с руководством и арт-дирекцией, в которую входил Михаил Дурненков, который со мной этим поделился, Иван Лакошин и компания отбирают шорт-листы с трех лучших пьес, на сцене их красиво награждают, гладят по головке. Демидов направляет в регионы список текстов, утвержденных, так сказать, фондом пьес, и со словами, что это можно ставить, это нормально. Параллельно, другой рукой, они пишут кляузы, поклёпы, которые используются в анонимных телеграм-каналах и запугивают независимых деятелей искусства. Всё это для многих не новость, пишет театральный критик Нина Агишева. Театральные люди обо всём этом, конечно, прекрасно знают, и цену помоечным за кулиском и под ковёрком тоже, но пусть все узнают именно тех, благодаря кому была уничтожена золотая маска. Ах, Марина Тимашева, куда же ты скатилась? И на отечественную сцену обрушились запреты и цензура. Всё это мы уже проходили и не раз. Исторически эти люди, конечно, обречены, но гадости ещё успеют понаделать. Травля деятелей культуры началась не вчера, отмечает сатирик Виктор Шендерович на канале «Ходорковский лайф». Как будто мы не знали, что всё это происходит по методичкам со Старой Площады. Как будто мы не знали, что это вот стая, там, сказать, это москиты, которые берут большинство, да, подавляющее. Что эти москиты, которых выпускают, напускают на людей. Что людей ставят по сталинской технологии на комарика, там, в тайге, чтобы гнус за ночь съедал человека. Вот эти комарики, да, лубянские. И вот привязывают человека и выпускают этих комариков на них. И комарики съедают, кого скажут, кого поставили на комарика. Это старая лубянская соловецкая технология. То, что этим занимает, да, то, что это делает аппарат президента, ну, послушайте, это было известно в третьем-четвёртом году при Суркове и Павловском. Это было известно. Все эти идущие вместе, все эти активисты, все эти ехеменко-потубчики, что всё это на большом прикорме, ну, сменили семена. Касса не меняется, это всё со Старой Площади им плотят, да. Травят, да, и определяют, кого травить. Платмашка на меня, травили меня. Потом пошла до другого, другой вошёл, так сказать, в фокус. Другого травят. Ничего нового в этом нет. Настало время, когда люди бездарные и завистливые получили власть над талантами, пишет театральный критик Наталья Меричинская. Ничего принципиально нового в этом, наверное, нет. Старые проверенные методы. Но названы имена организаторов травли и преследований, раскрыты их карьеры и подробности биографий. Это неудачники вообще-то. Недоучившиеся или учившиеся делу, которому у них нет ни таланта, ни призвания. Искавшие хоть какого-то приложения своих сил и получившие уникальный шанс, усилившиеся невероятно, когда их личные обиды и комплексы оказались полезны государству. Ничтожные, поданты, они не стоят слов, взгляни и мимо. Благодаря историческому моменту они возвысились и получили возможность громить, шантажировать и выдавливать из страны и культурной жизни по-настоящему значительных людей. Торжество ничтожества, пир серости. Пиарщик Иван Лыкошин, как отмечается в материале «Медузы», тем временем читает в парке «Заряди» лекции о том, что пропаганда – это не так уж плохо. Для начала нам надо понять, что такое пропаганда вообще. И отбросить стереотипы, в которых современный человек существует последние годы. Потому что все мы считаем, что пропаганда – это что-то плохое, это что-то неправильное. Давайте обратимся к авторитетным источникам и первым посмотрим все на все слова Рушакова. Словар Рушакова говорит нам, что пропаганда – это распространение каких-нибудь идей, учения, знаний путем подробного и углубленного ознакомления. Более старый словарь Даля считает, что пропаганда, это распространение в обществе и разъяснение каких-либо воззрений, идей, знаний и учений. В рамках заезженных стереотипов пропагандой считается что-то, написанное на заказ, обслуживающее интересы, и причем, как правило, государственные. Тезис о том, что искусство всегда пропаганды выглядит слишком смело, как и утверждение пропаганды всегда искусство. Но если отбросить категоричный подход, пропаганды в искусстве, которую мы привыкли считать классическим, куда больше, чем, кажется, на первый взгляд, неиспушенному зрителю. Вот так провластные пиарщики учат слушателей искать пропаганду везде, чтобы они перестали замечать ее там, где кроме нее ничего уже не осталось. А главное – не педалировать тот факт, что государство, которое оплачивает эту пропаганду, каленым железом выжигает все, что на нее не похоже, и гнает за решеткой тех, кто не поддерживает его идеи. Вы слушаете цитаты «Свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Европейский суд в Люксембурге отменил решение Европейского совета, налагающие санкции на олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена. Суд постановил, что основания для санкций были недостаточными. Это решение однозначно осудили соратники Алексея Навального. Например, Иван Жданов. Снять санкции с Фридмана и Авена – это просто феерическое позорище и провал всей европейской санкционной политики. Заявлением выступила и Юлия Навальная. Хочется спросить у европейских политиков, а что изменилось с тех пор, как вы, российских олигархов, под санкции внесли? Ни Фридман, ни Авен не сделали никаких заявлений против войны, никаких попыток положить ей конец. Они просто наняли очень дорогих адвокатов и нашли хороших лоббистов. Антивоенно настроенные россияне в Европе сталкиваются со множеством проблем, но для российских олигархов все легко решается деньгами. Идет третий год войны. За это время не появилось ни конкретного механизма ввода санкций, ни выхода из-под них. Решения принимаются по принципу, кто до кого первым добежит. Решение снять санкции с Фридмана и Авена вредное. Оно только ослабит антивоенное движение и поможет Путину дольше оставаться у власти. Владимир Милов на канале «Популярная политика» назвал решение суда глупым. У меня нет цензурных слов здесь. Ну, конечно, это слабая звеность. Но вот это тот самый независимый суд, о котором мы все мечтаем. И который реально... Ну, он смотрит на те аргументы, которые принимались вот в момент, когда было вынесено решение о санкциях. Там была, очевидно, очень слабая юридическая подготовка, потому что ЕС проигрывает суды как домино по санкциям против российских олигархов. Видимо, вот надо было тогда, когда война началась, быстро ввести. И надергали, что было из Википедии, да, но это, типа, не работает. Но это ужасные, конечно, все прецеденты. И были и раньше всякие эти моменты с Березкиных и прочих снимали санкции. Но Фридман и Авин – это такая крупная путинская рыба, очевидная, да. Сам факт, что недавно США на них наложили очень серьезные санкции и фактически признали, что, да, они связаны с режимом. Ну, глупое решение суда ЕС, я думаю, делал просто в слабости юристов Еврокомиссии. Это, конечно, очень-очень-очень плохо. Это большая моральная победа для путинской олигархии. О том, что Авин и Фридман отнюдь не оппозиционеры, известно всем, пишет телекритик Алина Бородина. Такая трогательная избирательная память. Конечно, ни Фридман, ни Авин никак не были связаны с Путиным. Конечно, Авин не ходил на встречу с Путиным 24 февраля 2022 года. Конечно, Авин не ходил и в программу «Действующие лица», которую на «России-1» вела Наиля Аскерзада. А фрагмент из нее потом, конечно, не показывал Дмитрий Киселев в «Вестях недели». Да, вечный-вечный Гайдай и Булгаков. Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались. Другие олигархи в путинском окружении наверняка навострили уши, пишет политолог Аббаз Галямов. Примерно представляя себе тот уровень взаимной подозрительности, который царит сейчас в окружении Путина, могу предположить, что первым следствием снятия санкций с Фридмана и Авена станет резко возросший уровень недоверия к ним. Интересно, за какие такие заслуги наши враги им такие подарки делают? С завистью вопрошают сейчас остающиеся под санкциями Патрушевы, Сечины, Ротенберги и прочие ковальчуки. Многих комментаторов возмущает то, что простым россиянам избавиться от ограничений не светит. Андрей Десницкий. Интересно, есть ли шанс у миллионов обладателей российских паспортов, находящихся сейчас в Европе, доказать в каком бы то ни было суде, что лично они не несут ответственности за действия властей РФ и потому не должны подвергаться разного рода ограничениям? Думаю, нет. Денег на адвокатов не хватит, особенно если есть проблемы с банком из-за гражданства. Хорошо это или плохо, решайте сами. Санкции в какой-то мере имели обратный эффект, указывает журналистка Татьяна Вольская. На канале Ищем выход. Ну, конечно, это все-таки двойные стандарты. Когда я слышу, что простые граждане, обычные, уехавшие за границу от войны, не согласные с политикой режима, не могут просто завести себе банковскую карту в западных странах тех или иных. И в то же время руководители Альфа-Групп, которые подозреваются в работе на оборонку, теперь больше не будут под санкциями. Это, ну, по меньшей мере, странно. С самого начала ведь многие предупреждали, что санкции не должны выдарять по людям. Да, просты. Но не только вы просты. С другой стороны, есть еще и другая сторона, как мне кажется. А может, я липсица наслушалась, да, а может быть, еще начиталась вот людей, которые... Я мало, конечно, в этом понимаю, но есть люди, которые все-таки соображают вот в экономике и психологии, наверное. Вот кто-то замечательно сказал, не знаю, может подсказать кто, я не помню, но, по-моему, это очень правильно, что когда накладывали вот эти санкции, то, в принципе, предпринимателям российским не оставили никакой лазейки, чтобы вообще быть, существовать. Ну, хорошо, санкции, все, там слифты, все, никакой возможности существовать в Европе, в Америке, нигде. Что делать людям, единственное занятие которых коммерция? Я сейчас даже не говорю там о каких-то нравственных сторонах. Просто вот человек всю жизнь этим занимается. Что ему делать? Он может действовать только в России. Наверное, он будет действовать в России, да. То есть вот эти санкции во многом сплотили людей, ну, вокруг президента, вокруг власти. По-моему, это Липсис говорил, что если бы оставили хотя бы какую-то лазейку, да, чтобы, ну, откупись, заплати треть, половину даже своего состояния, сколько-то заплати. Он, по-моему, сказал, что пол Лондона выстроилось бы, да, для того, чтобы заплатить, уехать и быть свободным и иметь возможность работать дальше. Вердикт суда заставил многих писать о неэффективности санкции. Андрей Магин. Главное в Европе и США найти сильного адвоката. Нет проблемы, которую не мог бы решить хороший адвокат. Случай Авина и Фридмана тому ярчайший пример. Суд решил снять с них санкции. Значит, надо снимать. При том, что ни тот, ни другой никак не осудили войну с Украиной и аннексию ее территории. И второй вывод. С Путиным следует бороться не персональными санкциями. Ему, в принципе, наплевать на любого. Друзей у него нет. А просто физически. Олег Кашин. Чья это победа? На самом деле разума, здравого смысла. Самая концепция внесудебного поражения в правах решением каких-то анонимов, основанным непонятно на чем, она антиправовая и порочная. Да и политически в случае с конкретным Фридманом история с санкциями привела его обратно в объятия путинского государства, из которых он, насколько понимаю, вполне искренне хотел вырваться. Здесь, если о чем-то можно сожалеть, то только о том, что перед нами не отказ Европы от самой идеи таких санкций, а личный успех Фридмана и Авена с их лоббистскими возможностями. Хотя Фридману и Авену удалось добиться отмены только части санкций, решение суда создают важный прецедент, отмечает экономический аналитик Александр Каляндр на канале «Дождь». Важна вся эта история как прецедентная. За два года санкций, а на самом деле за 12, архитекторы санкций так и не выработали четкого критерия, по которому из санкций человек может выйти. То есть внесение в список санкционных, личных санкций, оно более-менее определено. Существует всякий набор формальных и полуформальных признаков, по которым можно попасть в санкционный список. Вот как раз Фридман и Авен оспорили два пункта, по которым их засунули в этот список, а вот по третьему пункту история продолжается. А что же будет с остальными бизнесменами, мы не знаем. В той же базе европейского суда можно найти много фамилий из российского списка Форбса. И, в общем, обвинять этих людей я тоже не возьмусь. Они используют западную европейскую юридическую систему для того, чтобы вывести с себя и свои капиталы из-под санкций. Это, на мой взгляд, скорее упрек в сторону тех, кто эти санкции создавал. Потому что если бы было прописано четко, что человек может выйти из санкционного списка, если он сделает первое, второе, третье, то это было бы гораздо проще и, думаю, полезнее всем. Проблема, наверное, с личными санкциями в том, что не прописан абсолютно этот механизм. И, скажем, в отличие от далеких советских времен, когда было более-менее понятно, что должен сделать тот или иной ученый, общественный деятель, писатель, поэт или музыкант, чтобы перебежать на Запад, какие он должен произнести слова и какие сделать действия. В данном случае непонятно, какие действия могут привести к снятию санкций, какие не могут. О необходимости механизма снятия санкций для тех, кто отвергает кремлевский режим, прочувствовано пишет бизнесмен Евгений Чичваркин. Не могу не поздравить уважаемых Петра Авена и Михаила Фридмана со снятием хотя бы части санкций. Это большая победа и важный поворот. Рад, что немного приложил к этому руку тоже. И дальше я буду способствовать их снятию. А надо будет и в суд предусвидетелям, не впервой. Весь цивилизованный мир с 13 пакетами санкций не лишил Путина денег и талантов. Деньги и таланты вернулись в Россию из-за нелепых идиотских решений западного мира. Вместо того, чтобы воевать с Путиным или хотя бы лишить его выручки за ископаемое, они радостно набросились на уехавших от режима россиян. Слепые санкции по списку Форбс, отбор яхты домов без следствия, невыдача виз и разрешений на работу, закрытие и неоткрытие банковских счетов и компаний, недопуск россиян в страны с открытой шенгенской визой, отбор частной собственности машин с российскими номерами и еще сотни тысяч проявлений национальной дискриминации. Читай русофобии. Другой пример. Мельниченко. Арестовали красивейшие дома и яхты в угоду левакам-избирателям, но удобрения продолжают покупать и напрямую платить, и это сделало его номером один российского Форбса. Мельниченко гений. Уважаю его и искренне желаю ему победы в отстаивании прав на собственность. Я не боюсь быть непопулярным, я избираться не собираюсь и замуж мне не нужно, поэтому пользуюсь полной свободой быть с вами откровенным. Без талантливых бизнесменов, и крупных, и не очень крупных, никакой прекрасной и счастливой России будущего не будет. Без железобетонной неприкосновенности собственности тоже. Жаль, что мои уважаемые коллеги по оппозиции это либо не понимают, либо хрен его знают, почему не могут вербализовать. Между тем, с нынешними провалными механизмами ЕС не исключено, что Фридману и Авену, а также тем, кто последует их примеру, придется судиться за снятие санкций бесконечно долго, отмечает антикоррупционный эксперт Илья Шуманов. В целом новый кейс является доказательством поспешности и непроработанности санкционного механизма. Он также наглядно демонстрирует олигархам, что можно сидеть на двух стульях и жить в России. Михаил Фридман прилетел в Москву в октябре 2023 года из Израиля и выигрывает в европейских судах. Однако, если ЕС ежегодно будет менять формулировки вводимых санкций, то основным времяпровождением российских олигархов станет обжалование их в судах. Судебное разбирательство по каждому новому санкционному основанию длится более года, в то время как санкции накладываются на год, а ежегодно продлеваются другим санкционным решением, где могут быть указаны другие основания. Решение о включении в санкционный список 2023 года Фридман и Авен продолжают оспаривать. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. А вот комментировать лучше с осторожностью. В России это теперь наказуемо. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»